15 октября городской совет столицы Башкирии завершил прием документов кандидатов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности мэра Уфы. Конкурсная комиссия решила принять всех, кто успел зайти в здание до 17.00. Количество претендентов превышает 20 человек. Их данные пока не раскрываются. Имена кандидатов огласят 22 октября после проверки документов конкурсной комиссии, которую возглавляет руководитель администрации главы Башкирии Евгений Маврин. 29 октября Уфимский городской совет выберет нового мэра столицы республики. По иску прокурора Салавата городской суд взыскал с экс-сотрудницы муниципалитета более 1 миллиона рублей. Ущерба от мошенничества. В 2016 году сотрудница мэрии Салавата незаконно оформила в собственность своего отчима муниципальную землю площадью 16 соток в поселке Спутник Юлдашево. В последующем участок был перепродан. Прокурор Салавата обратился в городской суд с требованием возместить рыночную стоимость участка. Салаватский городской суд удовлетворил иск и взыскал с секс-сотрудницей администрации 1,4 миллиона рублей. С 12 октября аэропорт Уфа начал совершать прямые рейсы на китайский остров Хайнань. Полеты в Поднебесную запланированы один раз в неделю. Вылеты из Уфы в октябре будут осуществляться по пятницам, с ноября по понедельникам. На рейсах задействованы широкофюзеляжные Boeing 777-200 в двухклассной компоновке 11 кресел бизнес-класса и 360 эконом-класса. Длительность полета составит около 8 часов. Первыми пассажирами стали 342 человека. В Башкирии двое жуликов украли сбережения 87-летней пенсионерки. В чужую квартиру преступники проникли представившись работниками коммунальной службы. Пока один якобы осматривал счетчик, его напарник искал деньги. Добычей жуликов стали 46 тысяч рублей. Полицейские разыскивают преступников. В МВД Башкирии напоминают, что нельзя впускать в дом незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками коммунальной службы. Обязательно просите незваных гостей показать удостоверение. Для уверенности можно позвонить в диспетчерскую и удостовериться в личности людей за дверью. Редактор субтитров А.Семкин